40 дней без воды для жителей Скалистовского сельского совета – не киношная фраза о ежедневной реалии. Проблемы начались давно, но в этом году ситуация особенно острая. Местные говорят, что если в начале лета воду давали раз в сутки на один час, то теперь и этого нет. Люди живут действительно как в пустыне. В 40 дней мы практически не имеем воды. Нет у нас даже дождей. Вот у нас тут стоит ванна, мы в неё собираем дождевую воду, привыкли, используем уже и дождевую. Нет возможности у жителей Скалистово и постирать. Местные купаются в озере прямо в одежде. Потом приходят домой, сушат её и снова одевают. Мытьё посуды и вовсе отдельная процедура. Узнав о ней, начинаешь понимать истинную цену воды. Сегодня мы позавтракали, складываем посуду сюда. Нам приходится её мыть, носим карьерную воду с карьера, это 2 километра. Носим с карьера в таких бутылках, у них в коридоре стоят, снимите. Моем посуду, эту воду используем потом для того, чтобы смывать в унитазе. То есть собираем каждую капельку. Таких, как Руслан, всё село. Есть, конечно, счастливчики, которым удалось пробурить скважины. И они по-соседски делятся водой. Но это лишь капля в море. У нас застойная вода, которую покупать, тоже это достаточно сложно. А на самом деле нам каждый год обещают, что будет вода, что всё будет в порядке. И каждый год мы просто остаёмся без воды. А в этом году это вообще невозможное что-то. Элементарно, просто даже покушать, искупаться. Как люди второго сорта получается. Люди жалуются, вроде бы и живут в сельской местности, но даже картошку вырастить не могут. Без воды нет ни овощей, ни фруктов. Растёт один бурьян, и то недолго. Многие подумывают избавиться от домашнего скота. Я уже думаю, никакого этого не надо. Уже огород всё высохло, конечно. Сажали вот для себя картошку и помидоры сажали. А нет воды, всё высохло. Всё. И коров, я говорю, зачем они нам весь и так вот без воды. И сено вот всё повысыхало же. И ещё воды нет. Мало того. Основная причина отсутствия воды разъясняют в сельсовете изношенный водопровод. Ему уже седьмой десяток. Через дырки в трубах уходит почти 70% воды. Кроме того, жалуется местная власть, слишком много левых кранов. Воду попросту воруют. Уже не раз громада обращалась за помощью к районным властям. Пока безрезультатно. Как-то местные перекрыли дорогу. Тогда воду дали. Правда, ненадолго. Теперь жители Скалистого думают, как снова отвоевать право на воду. Я не знаю, как помочь этим людям, потому что люди уже устали. Мы ежедневно получаем заявления от людей, которые жалуются о проблеме воды. Четыре дня – это не проблема, я считаю. Когда месяц-два, когда есть маленькие дети, нечем помыться, нечем детям сварить, покушать. Вот это проблема. Я боюсь, что в наше время сейчас уже пойдет эпидемия какая-то. Местные жители надеются на помощь республиканской власти в, по крайней мере, временном решении этого вопроса. В целом же проблема водоснабжения далеко не редкость для Крыма. И здесь нужен комплексный подход. В частности, говорят эксперты, следует внедрить систему интегрированного управления водными ресурсами. Она подразумевает воспроизводство чистой воды в бассейнах, сохранение природных источников и гарантированное водоснабжение населения. Александр Макарин, Андрей Трещук. Время новостей. Бахчисарайский район.